Ну всё, ну всё, ну успокойся, ну парень, ну что ж ты будешь делать-то? Вот со стороны, наверное, охерительно смотрится. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать в новую какую-то игру по Slendid Ubis. Ну, которая, в принципе, не новая, ей там уже, по-моему, пару месяцев или около того. Она называется Slendid Ubis The Other Story. Другая история, демо. И мы сразу же видим великого танцора телепузиковского, который отплясывает просто как какой-нибудь грёбанный, не знаю, Филипп Киркоров или кто там. Ну, великолепная хореография, потрясающая, вы можете видеть просто. Сзади его зритель, довольный, очень просто радуется, наслаждается искусством хореографии. Ну что ж, давайте нажмём Play. И что это такое у нас имеется? У нас, оказывается, имеются какие-то карты. Мы можем выбирать различного рода трассы. Больницы, катакомбы, Кустатворк Хаус, Military Base, Village Day, Village Night, Mountains, Mainland, Satellite Station. Короче, что-то из этого мы можем выбирать. Давайте, допустим, возьмём, к примеру, Village Day, например. Размер маленький, угроза, брут-таби. Два брутальных таби тут угроза. Ну, ща посмотрим, чё, как они мне наугрожают. Так, могу сказать сразу, что, в принципе, игра даёт атмосферу хоррора. То есть вот сразу... И в главном меню, вы, я думаю, заметили, что главное меню довольно жуткое. В плане озвучки, блин, и в плане, я имел в виду этого внешнего вида. Ты куда? Чё тебе надо? Чё, чё ты хочешь? Мужик, ты чё прикопался, слышь? Мужик, тебе чё надо от меня? Включи там у себя пузик, пузик и себе включи, переключи себя на Малахова или ещё на кого, посмотри там. Пусть триндят и прочее. Ну, пожалуйста. Ну, чё ты прикопался-то ко мне? Бежит за мной, бежит за мной, скотина, вы представляете? Сейчас же догонит, плохо будет, да? Так, о, смотрите. Это, видимо, надо собирать. Один из десяти, да? Всё, один из десяти, я с собой. Он чё-то сильно быстрый. А чё ты такой быстрый, парень? Парень, чё ты такой быстрый, я тебя спрашиваю? Так, ладно, хорошо. Мы не отчаиваемся, мы сейчас постараемся. Давайте переплыть. Переплывём, опасность. Он же плавать, наверное, не умеет, да? Чё, охерел, мужик, ты ещё и плавать умеешь? Да тут плавать-то не надо, тут посраную писечку воды-то. Ну, почему так мало воды-то? Чё б ты утонул, пидрила? Да... Ага, фонарь можно включать-выключать, да? Ну, шикарно, зашибись просто. А как быть-то? Отстать? Оторваться от него невозможно, он бегает быстрее. Так, погодите. Вообще-то это не честно, нихрена. Он реально очень быстро бегает. Что делать-то мне? А чё он такой здоровый? Ха-ха, это телепузик олигофрент гигантский какой-то. Весь пошёл в рост и в силу, да? Мозгов нихрена нет. Ну чё тебе надо? Мелочь не подаю, слышишь? Не сегодня. У меня нет, я... У меня только сраный фонарик, могу в жопу засунуть. Хочешь, нет? Фонарик в смысле? Ну, не в том смысле. Я не гей. Я не гей-телепузик. Ничего такого. Блин, он же сейчас подумает реально, что я гей-телепузик и обрадуется. Да что ты будешь делать, Аня? Невозможно, а? И невозможно-то! А как нахрен сбежать-то от него? Я не понимаю. Смотрите. Причём, в какую бы сторону я не бежал, я бегу одинаково быстро. Хотелось бы посмотреть на этот процесс, что хрюкает, нахрен. Что тут хрюкает? Чё? Ха-ха! Чё-то... Чё-то какую-то важную информацию мне тут донести пытались, а? Ну всё, ну всё, ну успокойся, ну парень. Ну что ж ты будешь делать-то? Вот со стороны, наверное, охерительно смотрится просто. Один мужик, телепузик, да, жопой бежит назад, а другой его пытается догнать. И слушайте-ка, я... Ой! Ой, мамочки. Нихрена не видно же, куда бегут. Всё, сейчас поймает. Сейчас поймает ублюдок, а? Ты посмотри. Ты хорош гавкать, слышишь? Не гавкай, нормально всё. Чё ты разгавкался-то? Так, так, так. Опа. 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 Прыжком, может, быстрее будет, я не знаю. Ну, кабзец какой-то. Ну, что это происходит? Что это происходит? А чё? Ты откуда? Где ты его взял-то, я не понял? Слышь, ты где умудрился этого дружка своего голубенького-то найти? Откуда? Откуда? Реально, откуда? Они в твоём честь со мной. Хорош пердеть, слышь. На них наперди, пожалуйста, чтобы они... Что-то там он такое нагородил. Так, а ну-ка, я сейчас... Я сейчас обгоню вот так. Они будут долго оббегать, наверное, эту горку. Вот эти горы вот эти, да, при горке. Всё это говно. А! 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 Ты чё? Где ты застрял-то? Здрасте. Поймали меня. Так, ладно, хорошо. Окей, здесь мы попробовали. Давайте попробуем какую-нибудь другую трассу. Эм, Mountains Military Base. Военная база. Эм, безногий воин какой-то. Ну, например. Legless Warrior. Но если он безногий, значит, он меня, скорее всего, не догонит особо, да? Слушай, интересненько-то. Значит, наверное, я тут буду в относительной безопасности, да? Мне как? Мне надо аккуратно себя вести, чтобы он меня не заметил. По стелсу играть или что? О, смотрите, пожалуйста. Итак, пузикрем! Давай, всё, первый пузикрем взяли. Покушали немного. Блин, твою мать. Ты чё, подняться не можешь? Давай. Старт у нас один из десяти. Так, потом вот ещё пузикрем тоже. Ну, я, кстати, не вижу никого, в принципе. Вообще не вижу опасности никакой. Так как три из десяти? А почему три из десяти? Чё? Чё такое? Не знаю. Ты кто, блин? Реально безногий воин. Он реально безногий. А-ха-ха, сейчас поймает. Он сейчас меня поймает. Так, хорошо. Это креативно достаточно. Креативного врага придумали, чёрт возьми. Это, кстати, безногий телепузик Дарт Вейдер инвалид. Подайте, пожалуйста, на пропитание и на проживание. Я инвалид великой отечественной космической войны телепузиковской, да? Я понял. Интересно. Любопытно. Ну, я, кстати, уже половину кустартов-то собрал. То есть я... О, автомат. Может, я его... Эх, нет, к сожалению. Может быть, я даже и смогу, справлюсь как-нибудь. Подождите, а он умудряется как-то залазить вот по этому говну? Он сможет, нет? Вот сейчас вот я запрыгиваю, да? И вот сюда, правильно? И вот, пожалуйста, пузикрем. Пузикрем беру. Давай, бери пузикрем. 6 из 10. Где этот козёл? Ты смотри, он ползёт реально. Так, в какую сторону ты поползёшь? А, вот так вот он ползёт, да? Ну, ползи, ползи, дружок, давай. А я вот так вот побегу, пожалуй. Блин, это так смешно. Он реально ползёт по этому говну. Всё, я спрыгиваю и бегу, значит, куда-нибудь по центру. Так, где ещё искать пузикрем? Где же найти пузикрема в этом сложном, суровом, жестоком мире, скажите мне, пожалуйста? А никто не знает, и я не знаю. Вот сюда вот я могу. Блин, безногий воин не шибко ты отстал, на самом деле. Он что-то... Для безногого ты до хрена скорости набираешь, дружок. Ты, я не понимаю, ты что, яйцами там своими телепузиковскими перебираешь с такой скоростью? Знаете, как флинстоуны ножками перебирали, когда в транспорт садились? Так же он, наверное, своими яйками мохнатыми телепузиковскими. Чё там? Пузико у тебя чё показывает? А яйки чё показывают? Может, там тоже два маленьких телевизора монтированы в каждую яйку? Не знаю. Ладно, я не хочу об этом думать. Чё-то меня не на тем... Совершенно темы какие-то понесло. Вообще, почему я задумался о мохнатых яйцах телепузика военного, да, бывшего? То есть это странно. Это странно. Там есть чё-то, нет? Там вот дерево, я смотрю. Я могу залезть туда наверх? Вообще я заберусь, нет? Между прочим, может и заберусь, я не знаю. Если тут будет пузикрем, это будет забавно, конечно. Потому что хрена с два я бы догадался бы так, если бы случайно его не увидел, это дерево. Не, вы знаете, пузикрема тут нет, ну... Ну чё-то база какая-то здоровая прям, здоровая трасса какая-то, охренеть. Почему я могу так... Почему я могу так высоко забираться, хрен пойми куда вообще? Какой в этом смысл? Тут огромное количество просто пустых каких-то непонятных совершенно... Блин, гор каких-то, пригорков и так далее. Чё это за срань? И где, кстати, этот козёл? А, вот дымка, ну конечно, он даже не отставал, он даже не думал отставать. Безногий, бывший военный телепузик умеет вот так вот лазить по горам без ног, понимаете? Это же нормальная ситуация, совершенно. Нет, снаружи, я думаю, пузикрема нет. Мне нужно, наверное, внутрь снова возвращаться. О, пожалуйста, я нашёл вход и вот взял седьмой из десяти. Семь из десяти пузикремов у меня есть. Блин, а, ну ты посмотри, какая сволочь. Вообще не даёт продохнуть. Ну вообще, скотина такая, не даёт ни грамма продохнуть. Ну вы понимаете? А вышел я вот оттуда, да, по-моему? Угу. Ну, вроде как да. И надо искать ещё. Ещё пару штук надо найти, или три. Восемь, девять, десять. Ещё три пузикрема, ребята. Ну это ж вроде бы несложно должно быть. Почему я их не вижу? Что здесь? Да ни хрена, камни какие-то и всё. Хорошо, что здесь? Тут прячется где-то пузикрем? Вроде бы нет. А здесь? В палатках. В палатках по-любому лежит, да? Что ж ты будешь делать, а? Обсматривай все. Блин, он меня поймал. Ну, скотина. Ладно, давайте посмотрим третью какую-нибудь. Последнюю на сегодня. Горы Мейнленд. Тинки Танк. Кто? Танк? Серьёзно, танк что ли? Да не может быть. Так, подождите. Не, ну, сландипузик на танке, это, конечно, здорово. Мы оказываемся в первоначальной, скажем так, локации, да? В телепузиколянде и вот этой. Боже мой, вот эти ваши пердежи, они прям, вы знаете, выводят из равновесия. Чё скажешь? Я ничего не понял. Ладно, пофигу. Вы знаете, это самое страшное, что есть в этом хорроре. Это вот эти вот непонятные пердёжные какие-то анальные трубки, которые вылезают из-под земли. Вот это реально жутко. А где же Тинки Танк? Так, где-то тут какой-то Тинки Танк должен, по идее, своим дулом нацелиться мне в Саркотанк. Но я пока что этого не наблюдаю. Зато я вижу первый пузикрем. Давайте его возьмём, попробуем. Посмотрим, чему это приведёт. Пока что, в принципе, наверное, всё будет хорошо. Это лишь первый из десяти. Так точно. Пока что всё нормально. А хорошо, где домик телепузиков? Домик-то где-то должен быть, нет? Или мне так и побегать по этим пустошам? Это ж в конце концов не какой-нибудь там безумный Макс, блин, где по пустыне надо херачить на машине. Тут всё-таки желательно бы расстояние да покороче, да? Да, телепузиковский домик поближе. Да и Тинки Танк бы увидеть уже. О чём речь-то идёт? Что такое Тинки Танк? Ой, глянь-ка, я, кажется, увидел Тинки Танк. А вот и он. Ходит там. Нет, он не на танке. Он не на танке. Ну, это, в принципе, радует. Он просто там шляется, гуляет, что-то там прогуливается. Ну, замечательно. Прекрасно, как бы. Давайте попробуем, наверное, его позлить немножко. Ого! Я так понимаю! Я так понимаю, особо стараться не нужно. И он довольно быстро выводится из равновесия. Тинки Танк, ты какой-то вообще неспокойный парень. Ого. Так, повешенное по... Шикарно. Слушайте, а он как-то шибко быстрый. От него вообще убежать же нельзя. Чё делать-то? Блин! Да ну нафиг! Он просто как сраный, блин, гоночная машина. Ну, ты серьёзно? Ты там чё? Заки Сязода своей Тинки Танковской жопой устраиваешь? Чё ты такой быстрый? Хорошая рать! Хорошая рать, дебил! Ты задолбал! Это перебор! Это слишком громко! Может быть, он пытается что-то нам сказать? О боже! Там орут! Там пердят! О, Господи! Какое невыносимое место! Я попал, а? Ты посмотри! Не, он как-то ускорялся, ускорялся до определённого предела. А потом чё-то тормознул. Это пузикрем? Я понять не могу. Я вот издалека смотрю, вроде как... Да! Просто вот так посреди... Охренеть! То есть, они могут находиться даже тупо посреди поляны, да? Каким макаром их искать-то, ёкарный бабай? Вы чё, охренели что ли? Товарищи разработчики! Я вот такой пузикрем как бы нашёл, если бы мне не повезло просто. Я случайно на него глаз положил. Блин, а Тинки Винки... Тинки Танк случайно на меня, походу, глаз положил, да? А если я фонарь бы вырубил, может быть, он бы меня не заметил? Ни хера себе! Так, ну смотрите. Я всё-таки нашёл это местечко. Давайте попробуем, может, в него зайти? Если это вообще возможно. Ну, в чём я, в принципе, не очень уверен. Но мы попытаемся. Я просто посмотрю, вдруг вход есть. Потому что будет обидно, если он есть, а я не в него... Есть! Да, вход есть. И даже кустард есть. Ну, ещё тут есть Тинки, мать его, танк. Так, и эта скотина сейчас будет, наверное, идти... Как он будет идти? А, он вот так будет идти, да? Так, на перерез мне будет идти. Да что? Ничего себе! Чё-то он сильно ты... Не дохренали ты подсократил-то! Расстояниться-то! Расстояниться-то ты, дебил, упрямый! Не дохренали ты! Ты чё так ходишь странно? Ты хоть видишь чё-то, куда идёшь, а? Вроде ты чётко под ноги себе смотришь, и всё исключительно. Это ж неудобно, наверное. Тинки Танк, алё! Тинки Танк! Ну ты хоть поговори со мной, я не знаю. Ты чё-то так настойчиво от меня ходишь? Чё надо, Тинки Танк? Чем помочь могу? Ну, Танчик ты мой! Танкушечек! Тинкушечек-танкушечек! Ну чё ты такой злой? В конце концов. Он хочет меня забодать своей сраной антенной, да? Прям в жопу мне антенну, наверное, тут засадить. Ладно, давайте, наверное, что? В объятия в его! Замечательные... Всё, да? Он просто в тебя врезается, он тебя поймал, и на этом мы заканчиваем. Так, ну окей, ладно, на этом мы действительно заканчиваем, потому что я... Я не вижу никакого смысла бегать, знаете, как со сраным GPS-навигатором в очке, пытаться найти эти 10 кустардов, раскиданных по небольшой такой, знаете, территории, сопоставимой, наверное, по размеру с городом Москва, только на сраных пустошах, да? Бегать, везде всё это искать. Посмотрели, поугарали, поржали. Вот такие вот сландипузики, вот такая вот есть ещё игра в геймджолте, я обнаружил. Кстати, у паренька коленка что-то подраненная, бедолага. Упал, наверное, порезался. Ну, ликопластыря телепузиковского наклея, я уверен, всё будет хорошо. В общем, заканчиваем на этом. Может, потом ещё в другие трассы поиграем, может, нет, поглядим. Но пока что это точно всё. И если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.